Здравствуйте, братья и сестры! Сегодня поговорим с вами о том, в частности, о некоторых вещах, которые поминает апостол Павел в послании к Галатам. Здесь говорится много о делах плоти, о плоти вообще, о плоти как о некой темной силе, стихии, противостоящей Богу. Как в древних мифах предстает некий древний хаос, который противостоит организующим действиям Бога. Так наша плоть хаотична и слепа, она противостоит духу, и введет такая борьба, такая борьба титанов. Дух воюет с плотью, а плоть воюет с духом. Это в таких вот похожих образах говорит апостол Павел о плоти очень много в послании к Галатам. Человек вообще-то поле битвы. Не только сердце человеческое, Достоевский говорил между дьяволом и Богом. Говорил, здесь тайна, здесь Бог с дьяволом борется, а поле битвы сердца человеческие. Вообще человек это поле битвы, потому что все разрушилось, и все поссорилось благодаря греху. Грех поссорил человека с животными и с природой. Грех разлучил человека от благодати, то есть поссорил с Богом. Грех поссорил мужчину и женщину и переподчинил их друг другу. Теперь появились старшие и младшие, и взаимно подчинительные союзы в отношениях между полами. Грех поссорил богатых и бедных, родителей и детей, и грех самого человека сделал ареной битвы. То есть каждый из нас – это арена противоборствующих столкновений. Растаскивается на части человек противоположными желаниями. Об этом апостол Павел пишет в послании к римлянам, что не делает человек то, что хочет, а законом ума слушается душою, и умом готов служить закону правды, а в плоти у него не живет доброе, и его тащит в другую сторону, и он, продолжая любить правду, любит на практике грех и мучается от этого раздвоения. Говорит, уже не я то делаю, но живущего мне грех, и бедный я человек. И об этом же также говорится в послании к галатам. Эта же тема находит продолжение апостола Павла в этом письме к галатийским христианам. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. То есть бери выше, стремись и рвись вверх, тогда будешь более-менее свободен от телесных потребностей и таких как бы увлечений от плоти в грех. То есть мы не бесплотны, мы не ангелы, но главное, чтобы угождение плоти не превращали в похоть. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. Вот тебе и война». Совесть обличает, совесть мучает, человек тревожится, любить закон Божий не перестает, но исполнять закон Божий каждый раз не получается. Здесь есть опасность сохранить вид благочестия, а силы его отречься. Таковы люди будут в конце мира, как тот же Павел Тимофеев говорит, что люди будут имеющие вид благочестия, а силы его отрекшиеся. Это очень опасно. Значит, нужно бороться до конца. Потому что если сдаться плоти, делать то, что она требует, а только лишь снаружи помазаться, как будто маслицем, таким елейным видом, так вот я боголюбец, а внутри сдаться своей нишей природе, то получится совсем плохо. Нужно сохранить любовь к закону Божьему и выплакать для себя свободу. То есть бороться до конца и не прекращать сопротивление. Потому что дух и плоть помириться не могут. То, что хочет дух, телу обременительно. То, что хочет плоть, для духа часто бывает ненавистно и хуже всякого рабства. И нужно, чтобы одно подчинило другое. Как две хозяйки у одной плиты в доме никогда не могут найти мира, даже мама с дочкой, не говоря уже о матери, о невестке и свекрови, в нашей жизни не может госпожа со служанкой одинаково, нормально друг к другу относиться. Нужно, чтобы одно было в подчинении у другого. Нужно, чтобы человек был иерархичен. И об этом тоже говорит апостол Павел. Для меня очень интересно и важно в его словах то, что делами плоти он называет очень много явлений духовных. Он называет следующие дела плоти. Они известны. Это суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство. Это плотские разные безместия. То есть все то, что укоренено в природе человеческой и тащит ее в это совокупление всех со всеми. То есть это вот та беда, которая в плоти нашей живет благодаря грехопадению. А дальше он называет делами плоти вещи уже совсем не телесные. Например, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси. Оказывается, эти духовные явления тоже укоренены в плоти. Не в плоти, в смысле, в руках, ногах, кишках, легких почках, а в плоти, как вот именно в этом вещественном человеческом материале, в той вещественной части человека, которая подпала тлению, через которую удобно враг мне досаждает. Вот с чем, собственно, надо бороться, одухотворяя себя и подвигая себя самого, ведя на лучшее, от худшего к лучшему. Так что и ссоры, и ереси, и зависти, и волшебство, и долопоклонство – это дела плоти. Как тот же Божественный Павел говорит о некоторых людях, что их Бог – чрево, их слава – в сраме, они думают о земном. Соответственно, человеку предлагается некая альтернатива, другая, он должен подниматься выше. О горнем, помышляйте, а не о земном. Тот же Павел говорит о горнем, там, где Христос, одесную Отца. То есть туда, в горе, имеем сердца, есть такой литургический возглас, он очень уместен. Здесь в горе сердца, не глаза, глаза можно вниз опустить, а в горе имеем, то есть вверх имеем сердца, отлепляем свое тяжелое сердце, прилипшее к земле, потому что, если оно само станет землей, наше сердце, то беда. Человек станет тотально бездуховен и не способен на изменения. Дальше этот перечень синонимически продолжается. И так дела плоти, кроме всего прочего, еще и ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное, предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Человеку хочется извинить себя. С одной стороны, обширная картина греха предоставляет нам миллионы возможных уловок и самооправданий. Такие, ну, не может же Бог всех погубить. Ну, все так живут. Да все еще, может, и хуже живут. Я вроде еще так ничего живу. Ну, и так далее и тому подобное. Для этого, братья и сестры, златоустого слова о том, что все зло от незнания Писаний. Нам здесь очень пригодятся, потому что Писание говорит очень категорично. Вот находишь себя вот в этом перечне, в этом длинном списке разных безобразий, значит, зная, что Павел предваряет нас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Много было людей при Ное, и тоже, может быть, грешник на грешника смотрел, и грешник на грешника оправдывался. Думаешь, ну, подумаешь, ну, того он все так поступает, что я должен тут из себя что-то изображать. Так все живут. Бог добрый. Бог есть любовь. Мог себе там сказать, может быть, даже какой-то умный грешник в допотопные времена. Он вообще все создал. Что создал, чтобы погубить? Не верю. Один Ной спасется, что ли? Что вообще такое ужас? Как это? Один человек спасется, а миллион человек погибнет. Это разве справедливо? И мы себе так можем выдумать, что выдумать, выдумать, а потом придет, как провеется, это гумно Господне, плевело от пшеницы, как отделяться, как свяжется в пучки, всякая солома ненужная, как начнет гореть, вот тогда-то будет, конечно, страшно. Поэтому предваряю вас, говорит апостол Павел, как и прежде предварял, что поступающий так Царствие Божие не наследует. А дальше он опять его любовь к длинным этим синонимическим рядам, к длинным перечислениям, влечет его перечислить добрые дела. Он говорит, что уже плод духовный есть любовь, радость, мир, благотерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона. А те, кто христовы, те плоть распяли со страстями и похотьми. Читайте слова, как укор себе, и читайте слова, как призыв себе. Необходимо научиться распинать свою плоть, бесящуюся, плоть со страстями и похотьми. Как в Акафисте красиво говорится сладчайшему Иисусу. Иисусе, значит, не дочь у меня, как у хананьянки, беснующаяся, но плоть беснующаяся и яростью, и блудом полимая, и дай мне исцеление. Так что, братья и сестры, мы с вами воины, неизбежные воины, обязательные воины. Кто не воюет в этой войне, кто уже сдался, или проиграл, или шпионит, или дезертирует, это, значит, неуправленный человек в Царство Небесное. Будем воевать не с ближними своими, но с собою. Потому что знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе. Это было послание апостола Павла к Галатам, пятая глава. Откройте ее перед сном, перечитайте и с Павлом пообщайтесь. Он вам еще на сердце что-нибудь важное шепнет. Ангел вам всем хранителя и победы вам в борьбе с самим собой. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...